Снова здравствуйте и давайте же послушаем. Когда умирает бессмертный, вселенная содрогается от боли. Убить такое существо – очень серьезный поступок. Даже охотник, выпуская стрелу в последнее животное своего вида, знает, что он сделал непоправимое – нечто, что разорвет полотно времени и пространства. Поэтому мы с Эмилией отправились на эту охоту с тяжелым сердцем. Полотно времени и пространства что-то? А он типа реально бессмертный? То есть он даже неуязвимый? Так как можно убить бессмертно? А он ведь бессмертный как раз потому, что его нельзя убить. Если он не полностью бессмертный, то тогда бы он не назывался бессмертным, потому что он не полностью бессмертный. Просто могущественный маг, походу. Так. Типа найти меч богов и победить героя Мозелиана. Уровень максимальный 36-й. Ну, думаю, там еще какие-то дополнительные ништяки будут доступны нам. Эмилия и Салимыр отправляются в поход по одиночке, надеясь узнать, как победить Гевина Магнуса. Сначала Эмилия оставляет великий Арканум и в поисках меча богов отправляется в места, населенные со зданиями хаоса. Одна из легенд об этом могущественном мече рассказывает, что некий великий герой воспользовался им, чтобы убить злое божество. Если это удалось с одним бессмертным существом, возможно, получится и с Магнусом. Что до Салимра, то он опять спускается в подземный мир, надеясь найти того, кто расскажет ему о происхождении хрустального маятника. И хотелось бы надеяться о том, как противостоять его чарам. То есть, ясно. Ясно, ясно. Ясно, понятно. Сидя на коне, я осматриваю раскинувшиеся передо мной земли. Я покинула границы Великого Арканума и вступила в другую область, где верховодят разбойники и убийцы. На этот раз я пришла не для того, чтобы установить порядок и справедливость. Я пришла за мечом. Прежде чем мы с Салимром выступили каждый в свой поход, Джин рассказал мне древнюю легенду о мече богов. Вы должны понимать, моя королева, что шансы наши невелики. Мы не знаем, убьет ли меч богов Геймена Магнуса, сказал мне Салимр. Да, я понимаю, что мы цепляемся за последнюю соломинку. Дело обстоит так. Имя этого героя давно забыто. Нам он известен только как воин света. Жестокий бог жертвы вырезал целые города, просто чтобы получить извращенное удовольствие. И никто не мог ему противостоять. Воин света, тогда еще мальчик. Один выступил против него, чтобы остановить убийство. Он ехал долго, сражаясь с драконами и демонами. О боже, это какая-то сказка. Пока не приехал в рай. Нифига себе. Там под внимательным руководством богов добра он выковал меч богов. Вернувшись, он вступил с богом жертвы в битву, которая длилась год и один день. Наконец, воин света и бог жертвы обменялись ударами, и оба удара оказались смертельными. Я надеюсь, что эта легенда правдила Салимр, сказала я. Я надеюсь на это. Было бы логично, если бы меч богов, однажды оказавшись способен убить бессмертное существо, смог убить и Магнуса, сказал Салимр. Если он существует, я его найду. Ваша задача сложнее, как мне кажется. Я нашел в подземном мире кристалл радуги. Логика подсказывает, что и ответ на вопрос, который мы ищем, тоже находится там. Можно ли противостоять силе этого кристалла? Да, но миром не всегда правит Оега, Салимр. Удачи, сказала я. Пожимая сильную руку Джина. Удачи и вам, моя королева, ответил он. Итак, я опять одна. Чё ж она одна. А это кто такой? Кодж. Стоп, он другой. Во-первых, он другой. Во-вторых, странно всё это. Ага. То есть, мы возвращаемся сюда, в принципе. Видите, мы не можем зайти в замок, кроме как телепортануться туда. И то есть, этот замок наш неуязвимый, да? А ты под землёй. И вот у тебя, на самом-то деле, у этого чувака, у него задача посложнее, мне кажется. Гораздо сложнее. Всё говорит о том, что я ставлю на тёмную лошадку. Но разве у нас есть выбор? Эмилия ищет меч, который может оказаться просто выдумкой древнего Барда. А я пришёл сюда, в подземный мир, по зову сна. Что подумала бы обо мне Эмилия, если бы узнала, что я готов рисковать успехом нашего дела, поверив нескольким сновидениям. Она наверняка решила бы, что я спятил. Я и сам уже так думаю. Но я не видел таких снов ни разу в жизни. Сон был так реален. Даже сейчас, глядя на эти каменные стены, я узнаю их. Я никогда раньше не был здесь, но я знаю эти стены. Где-то здесь ответ, который я ищу. Остаётся надеяться, что я успею найти его вовремя. Вопрос в том... Знаете, в чём вопрос самый большой? Ну да, здесь всё легко. Это на случай, если мы вообще, ну, бы полнейшие. Тут всё так сделано. Но! То есть, откуда он сюда пришёл? Отсюда, что ли? Из-за границы карты, наверное. Потому что больше ему не откуда сюда прийти. Так, ну вот это всё нам не нужно. Мы сразу пойдём сюда, пожалуй. Пособираем немножко опыта. Ановин какой-то. Таделан. Это типа повстанцы какие-то. Руэвен. Фридиок. Кстати, вот у него есть скрытность. И Котш. Собственно, генерал Котш. Вопрос. Нам что нужно ей дать? Скорее всего, нужно дать вот эту вот магическую хрень. Ещё немножко зелий. Да, побольше зелий. И вот эти вот все вещи. Всё. Больше нам вообще здесь никто не нужен. Стоп. А наш может здесь взять всё, что ей нужно. Ну ладно. Плевать. Арбалет. Защитный плащ. Эльфийская кольчуга. Ну, наконец-то. Нормальная бронька. И вот эту вот штуку возьмём. Я решил оставить армию и войти в эти истерзанные земли с небольшой группой добровольцев. Я не хочу привлечь внимание Гевина Магнуса или разбойничьих главарей, которые хозяйничают в этой области. Мой военный советник Тарх стал первым добровольцем, хотя сам он был против такой рискованной операции. Ещё в наш маленький отряд вошли два брата, гномы, которых выбрал сам Тарх, как лучших бойцов в армии Великого Арканума. Их зовут Ановин и Раэвен. Я уже заметил. Скорость и стрелковое оружие это Фридилак. Женщина-полурослик и лучник-кодж-человек. И, наконец, я попросил одного из магов, учёного по имени Таддеван, присоединиться к нам. Теперь, даже если я проиграю, вместе с моей жизнью будут потеряны всего несколько других. Ну, бред это. Это бредятина. А вы можете назад вернуться? У кого-нибудь есть такое заклинание? Нету. Это просто великолепно. Ну, джинны пусть там и стоят, а здесь мы чё-нибудь... Ой, блин, ну у нас и замок, конечно. Зато его захватить не смогут. А смысл в таком замке? То есть, зачем он нам нужен вообще такой? Тут я... Тут, походу, вообще замков не будет в этой карте. А, чтобы воскрешать героя. Вот зачем этот замок нужен. Ну, кроме, конечно, наших основных. И вот почему он на поверхности. Кстати, мы ж можем, наверное, скастовать здесь вот это вот заклинание, врата города. Но тогда мы не сможем вернуться под землю. То есть, это не вариант для нас. Хотя, может, как-то можно сверху вниз проникнуть. А сюда дальше нельзя пройти, смотрите. А, может, там будет требование, типа, доставить сюда каменных элементалей. Именно в этом весь прикол. Кстати, нет ли здесь бутылочек бессмертия? Нету вроде. Я бы что-нибудь продал, если честно. А то у нас мало доходов. Берем лечебные отвары. Но я хотел бы отвар, в общем... Зелье бессмертия. Хотел бы. Мало ли, что ты хотел, да? Какая-то вообще компания хаткорная. Полуразрушенная старая башня загораживает вход в туннель. Ее ворота заперты. Никто не отвечает на ваши призывные крики. Вместо того, чтобы войти силой, вы принимаете свою любимую форму. Превращаетесь в голубого попугая и влетаете в одно из открытых окон. Надеясь открыть ворота изнутри. Вы в одиночестве проходите через темные залы, смахивая паутину. Дважды на вас нападают охранники скелеты. Но против вашей магии у них нет никаких шансов. Наконец, вы находите колесо с рукояткой, которое поднимает ворота. Но как только вы беретесь за ручку, перед вами появляется женщина-призрак. Вы падаете на землю, прикрываясь руками. Неужели это привидение пришло отнять вашу жизнь? Слушайте, мы убили столько призраков, что мама не горюй. Подожди, кричит призрак. Вы медленно поднимаетесь, следя глазами за призраком. Ее окружает сияние. Оно озаряет всю комнату. И вы замечаете, что когда-то она была очень красива. Я пришла, чтобы помочь тебе, Джин, говорит призрак. Как это? Как это? Ща покажу, как тебе помочь. Я знаю о кристалле радуги, который бессмертно использовал в своем хрустальном маятнике. Я могу тебе помочь, если ты поможешь мне. В этой женщине есть что-то, что заставляет вас внутренне сражаться. Вы знаете, что доверять ей нельзя. Но разве у вас есть выбор? Что я должен делать? Спрашиваете вы. Ну, во-первых, ты должен пройти через эти ворота. Я сразу могу тебе сказать, что подъемный механизм сломан уже много столетий. Никто не пройдет, пока ты не снесешь всю башню. Хотя здание очень старое, но все еще крепкое. На то, чтобы разрушить его, моим людям потребуется неделя. Да, отвечает призрак, и в ее темных глазах появляется блеск. Но тут недалеко есть портал земли. Это врата в пределы духов земли. Восемь таких духов снесут башню за считанные секунды. Вы вновь сомневаетесь, следует ли иметь дело с этим призраком. Но в том, что она говорит, определенный есть смысл. Я скоро вернусь, говорите вы. Но я же сказал, мы, скорее всего, будем... Нам нужно будет тут все посносить нафиг. Так, ну, быстрый бой. Блин, он кучу маны потратил на этих... Непонятно кого. Хорошо, что я героев неплохо так раскачал. По крайней мере, я посетил все нужные вещи. Нужно восемь этих чуваков. Блин, я бы мог их уже накопить. А так придется еще копить. Как же круто, что у него высокий уровень скрытности. Все-таки скрытность это читерство. Исцеление. Вот зачем оно мне? Не знаю. Но она молочинка. А вот ты говнюк. О, бегают, зараза. Так, ладно. Сколько тут... Ага. На следующей неделе. Окей. Защитное кольцо. Не особо нужная штука. О! Ну, неужели? Ух, какие здесь артефакты. Блин, мне это нравится. Мне больше всего нравится еще то, что здесь вот что валяется. Мне бы эту штуку взять. Это лучшие артефакты в игре. Я вам реально говорю. Вот это вот лучший артефакт в игре. Я когда его в первый раз использовал, я так охренел просто. Ну, в начале, вообще-то, я, по-моему, когда-то играл еще. Я его нашел, но не понял, в чем прикол. Я его даже не надевал. Но потом, когда я уже стал более опытным, я его, короче, нашел. Надел. Это просто капец. Это... Первые три вражеских атаки в каждом бою не наносят герою повреждений. То есть, блокирует любые магические, физические, любые три атаки. И фактически это офигенно. Черных драконов можно так выносить и так далее. Очень хороши. Глубокой ночью группа орков обнаружила наш лагерь. Но, к счастью, за считанные секунды до нападения, Раевен успел их заметить. Раевен разбудил нас криком в атаку. Я вскочила на ноги, готовясь сотворить заклинания. Меня восхитило, как быстро отреагировали все остальные. Прежде чем орки добрались до нас, братья-гномы встали спиной к спине на границе лагеря. Ановен с топором и Раевен с двуручным мечом, который был выше его самого. В круг, сказал Тарх. У меня едва хватило времени спрятаться за спиной лучника Коджа. Кокорки взвыли и пошли в атаку. Битва была короткой, но кровопролитной. Тадеван и я поддерживали остальных, творя заклинания. Один из самых крупных орков сумел прорвать нашу защиту. Ударив Тадевана тыльной стороной ладони, он сбил его с ног и занес над его головой огромный топор. Я сжался, зная, что в следующую секунду этот топор раскроит череп мне. Вдруг орк застонал и упал сокрушенный топором Ановена. Тут же подлетел Раевен и добил тварь ударом меча. Моя королева, с вами все в порядке? Спросил Ановен. Блин, какие у них дебильные имена. Ненавижу их. Но я никак не могла унять дрожь. Моя королева? Спросил он снова. Спасибо, пробормотала я. Со мной все в порядке. Я присела, пока остальные оттащили мертвых подальше и занялись своими ранами. У Тадевана на голове была... Так... Была большая шишка там, куда орк ударил его, а у Коджа рана на руке. Стоп, орк же штопором бьется. То есть, у него появилась шишка от того, что ему топором по голове ударили. Да этот чувак мега крут. Раевен стал рядом со мной и достал тряпку, чтобы протереть свое оружие. С ними покончено, сказал он. Но когда вы снова станете королевой, издайте закон, по которому все будут обязаны регулярно принимать ванну. Боюсь мне никогда не отмыть свой меч от вони этого орка. Хотя мне было совсем не весело, я рассмеялась. Окей, пожалуйста. А, следопыт. Но я не знаю, скрытность вообще нам нужна, не нужна. Кстати, вот шахта, я не знаю, зачем она нам нужна. Вообще здесь шахты бессмысленны, так как у нас замок особой ценности не представляет. Тут вообще ничего нет. Наверное, героев мы встретим. Так. На следующей неделе. А, может, неделя уже настала? Стоп, так их нужно не 8, а 6? Да, хочу разрушить сейчас. Чё я раньше её не разрушил? Женщины-призрака нигде не было видно. Пока духи земли со страшным грохотом не обрушили башню. Мне пришлось пробираться сквозь развалины. Только тогда она, покачиваясь, появилась передо мной. Я с опаской оглянулся на своих солдат, не зная, как они воспримут такое видение. Но, похоже, я был единственным, кто видел её. Потому что у тебя нет солдат. Ты уже глючишь, что ли? Джиннища вонючая. Ну что, поговорим теперь о хрустальном маятнике? Спросил я. Ты что, всё ещё мне не доверяешь? Джиннища спросила она. Меня зовут Салибр... 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 Ибн Валибарад. Ответил я, избегая ответа на поставленный вопрос. А я... Дерафена. Красивое имя, сказал я из вежливости. Так что ты можешь рассказать мне о хрустальном маятнике Дерафена. Она погрозила мне длинным пальцем и сказала, ну-ну, ещё не время. Похоже, мы ещё не завоевали доверие друг друга. Так что я буду настаивать, чтобы ты сначала мне помог. Блин, что-то я плохо читаю. Может мне просто уйти и не возиться с тобой? Блин. Видимо, я спать хочу. Если ты думаешь, что можешь позволить себе такое удовольствие, почему бы тебе не вернуться после того, как бессмертный покорит весь мир? Ответила Дерафена. Она слишком хорошо была осведомлена о том, что происходит. Она знала, как отчаянно я ищу возможности разрушить хрустальный маятник. Она владела ситуацией, и, судя по злорадному выражению её лица, наслаждалась этим. Ну, грех не наслаждаться. Если он бы хотел, чтобы она не наслаждалась этим, он бы не помогал этому Магнусу. Отлично. Чего ты от меня хочешь? Спросил я. Всё, о чём я прошу, Залиб... В общем, не буду я читать. Это чтобы ты спас меня. Вытащи моё тело из тюрьмы, чтобы я смогла в него вернуться. Разве это так тяжело? То есть она даже не мёртвая? Я пожал плечами. Я знал, что однажды мне придётся об этом пожалеть, но времени на споры у меня не было. Ну, со скрытностью я здесь пройду всё, что только можно. А, блин, у него скрытность первого уровня, да? Вот это поворот. Вот это поворот. Стоп. А это ещё что? А, теперь типа он... О, у него нормальный замок появился, нифига себе. А вот это уже интересно. Нужна ратуша. Окей. Не, Салимыр, ты мне даже больше нравишься. Нифига себе, что-то за замок. Дают мне сраные замки. Так, смотрим. Ну да, у меня уже все артефакты забиты. Ну, пригодятся самоцветы для того же Салимра. О, а тут мы захватим, типа, замок силы. Как-то она мало бегает, то есть медленно. Ой, а зачем... А, стоп. Я понял. У меня аж элементали. Вот почему я, типа, не невидимый, нифига. Надо элементали и убить, или что-то с ними сделать, в общем. Так. Распустим нафиг их. Проведя с призраком Терафены достаточно времени, я привык, если не к ней самой, то к ее присутствию. Мои воины, однако, начинают подозревать, что я сошел с ума. Хотя я изо всех сил стараюсь не разговаривать с ней, при посторонних, несколько раз меня заставали беседующим с пустотой. Уже пошли слухи, и боюсь, я ничего не смогу с этим поделать. Прошлой ночью, когда я присел со стаканом вина, перед тем, как идти спать, рядом со мной внезапно появилась Дерафена. Ну, у них и ситуация, блин, они венцо попивают, мне бы так. Она с жадностью смотрела на мой стакан. Вино, по нему я скучаю больше всего, конечно. После тепла мужского тела в моих объятиях. Хорошие, спросила она. Что? Да она еще и шлюха. Она алкоголичка и шлюха, вот чему учат нас. Ну, я думаю, она хорошая пара этому Джину. Судя по всему. Потому что он тоже мерзкий тип. В дороге самого лучшего не найдешь, но букет неплохой, сказал я. Я отставил стакан, мне вдруг стало неловко пить вино на глазах этого измученного духа. Дерафена молча смотрела на меня, затем медленно подняла руку и коснулась моей щеки. Было ощущение, что моей коже коснулся легкий прохладный ветерок. Так что же с тобой случилось? А чего ты стала такой? Спросил я, отодвигаясь. Дерафена вытянулась на моей койке и рассказывая, играла своими волосами. Пожалуй, я не буду говорить, как давно это было. Истинная леди не должна говорить о возрасте. Ну да, ну да. Но я скажу, это случилось из-за мужчины. Он был влюблен в меня без памяти. Мне льстило его внимание. Но я никогда не давала ему повода думать, что разделяю его чувства. Кроме того, он был некрасив, бледен и редко мылся. Вот так всегда, зараза. Я ненавижу вот таких вот женщин, как она. Вот реально, я бы её тоже туда заковал, но я бы ей не позволил быть духом. Я бы, не знаю, в железную деву бы её засунул. И пусть бы она там кровью и стекла, и всё. Таких надо убивать. Как и таких, как Салимар, надо убивать. Чтоб не размножались. Размножались. Какая женщина могла полюбить такого человека? И что же он сделал, когда наконец понял, что ты его не любишь? Спросил я уже, понимая, в каком направлении будет развиваться эта история. Надо ли говорить, что он был очень ревнил? Он убил мужчину, которого я любила всей душой. И с помощью страшной магии обратил моё тело в кусок льда. Может, она его наебёт? Мне чё-то кажется, что она, Джина, этого обманет. Хотя, может, и нет. К счастью, я тоже немного разбираюсь в магии. Я сумела отделить свой дух от тела за секунду до того, как он превратил меня. Объяснила Дерафена. Из тех самих пор ты бродишь по подземному миру и ищешь того, кто сможет тебя освободить. Скажи, а этот ревнивый поклонник всё ещё жив? Спросил я. Дерафена усмехнулась и сказала, мёртвым его назвать нельзя, но и живым тоже. Нежить. Значит, вот с чем мне предстояло сразиться. А-а-а. Лич какой-нибудь. Так вот, почему он бледный и не моется. Потому что он нежить. Ну, в принципе... В таком случае, то, что она шлюха и вообще очень плохой человек. Это немножко... Ну, скажем так, есть у него оправдание. Да, это было просто. Довольно-таки просто. Ну, нанимать мы никого, естественно, не будем. Естественно, берём везде здесь вот эту вот штуку. Стоп! Ты чё? Чё почём? Сокровищницу, конечно же. Сокровищница — это наше всё. Через пару сотен ходов... Она себя очень даже окупит, когда у нас будут миллионы денег. Тем более, если у нас будут замки, где мы сможем нанимать на эти деньги существ, то это будет ещё лучше. И шкатулка, и сумка с золотом. Ну, зачем ему эти артефакты, чувак? Так. Так. Как хорошо вот так вот бегать без проблем совершенно. Получать тысячи опыта просто из ничего. Собирать сундучки тоже, не затрачивая нифига на это. Магистрат нам нужен. Но я не уверен, что мы скоро его сможем построить. Ну и хрен с ним, как говорится. Так, гномики. Ну, гномиков мы не берём, естественно. Мы таймагов не брали. Так, а вот и мой замок. Замечательный. И тут, кстати, есть односторонний портал, в который я пока что не полезу. Пока здесь пособираю, а потом уже полезу. Так. Потом сюда. Вот, зараза, видите? Какой здесь прикол очень интересный. Что синий сидит и может выходить. А я сижу и не могу выйти к нему. Так, 1600, ещё 1500. Сколько же мне надо золота? Ой, из опыта, чтобы набрать уровень. Капец, я слово золото со словом опыта. Путаю уже. Это довольно-таки признак психического заболевания. Так, пожалуй, стоит, наверное, всё-таки университет построить? Или магистрат? Университет давайте. Чтобы Салимир на следующий ход пошёл и чё-то выучил, если он сможет, конечно же. А вряд ли он сможет. Кстати, у Эмилии, пожалуй, даже сложнее задание. У неё нету нормального замка, в отличие от Салимра. Зато у неё есть много опыта. Очень много опыта. Но осталось всего лишь 3000 единиц опыта, чтобы перейти на новый уровень. Так, 34. Эмилия прихлопнет эту армию. Естественно, прихлопнет. Убила с одного тычка. О, накидка хранителя. 30. Ага, все армии героя. Здесь герой получает. Конечно же, так как наш герой ходит сам, то мы берём именно этот вариант. ты парень просто красавчик. Так, смотрим. Воскрешение, дипломат, что-то ещё. Ну, воскрешение выучим. чисто просто так. Также им можно подкупить немножко зелий. Вот бы ещё и милии их переправить. Стоп. Есть у тебя зелье? Да, есть зелье. Ну и хорошо. Пойдёшь, значит, сюда. И всё, и ходим. Последний ход в этой серии. Потому что я уже задолбался. Мне ещё надо что-то со старбаундом придумывать. Конечно же, скрытность. Это вообще без вариантов. Капец, у нас скрытность последнего уровня. Мы сможем вот сюда пробраться, не воюя ни с кем. А вот сюда не сможем пробраться, не воюя ни с кем. Ну и хрен с ним. Я хотел бы сюда, кстати, пройти. Давайте так и сделаем. Мне хочется очень туда пробраться. И, пожалуй, я обманул вас и сделаю ещё один ход. А ещё сделаю фабрику волема. Вот такой вот я ужасный обманщик. Ой, стоп, ты ж не походил. Блин, сдаётся мне, что туда нужно идти попозже. Ну, кто не рискует, тот не пьют шампанского. Как зовут ту нежить поклонника, который заточил тебя, спросил я Дерафину в один из вечеров. Теперь она приходила ко мне каждую ночь и просила, чтобы я поговорил с ней. Похоже, она умирала со скуки и отчаянно искала компанию. Мазели, она, ответила она. Она прилегла на мою койку, соблазнительно поигрывая своими волосами. Я старался не смотреть на неё. Она наста... Он настоящий маньяк. Иногда я пробираюсь в тюрьму, где он держит моё тело. Ну, знаешь, просто проверить, как я там. Каждый день Мазели, он проводит несколько часов, разговаривая со мной. Только это ведь не я. Он разговаривает с глыбой льда, которая на меня похожа. Он на тебе совсем помешался, заметил я. Должен был помешаться, раз уж ухитрился сохранить такую страсть к ней всё это время. Я же говорю, маньяк, сказала Дерафена. Иногда он целует меня так, что точно должен был бы получить за это пощёчину. Я хочу сказать, если бы я по-прежнему была в своём теле. Ну и как же я должен расколдовать тебя? Я ведь раньше о такой магии даже и не слышал. Это легко, сказала она. Она села и внимательно посмотрела мне в глаза. Это старомодное проклятие. Тот, кому я дорога, дорога по-настоящему, должен поцеловать меня. Что? Поцеловать? Повторил я. Да, ответила Дерафена с озорной улыбкой. И признаться, я этого жду не дождусь. Что за бред? Это такой пиздец, то есть с этой шлюхой, ну хотя они неплохая пара. давайте ходик сделаем. Тут синий бесится. Мне вообще на него посрать. так, ты бежишь сюда, получаешь опыт, который очень для тебя мал. 2800, еще опыта. Стоп! А, ты уже получила уровень. Теперь нам нужно 100 тысяч опыта для получения нового уровня. А мы идем возле дьявола. Офигенно, не правда ли? Эх, воскрешение всего лишь нам дали. Даже не знаю, может взять другие вещи. Нет, ну щит нам не нужен. Вот это от того, что у меня сейчас, там, от посоха гораздо больше толку. так, ну это тупик, в принципе. Ну я так и думал, в принципе. Так что все нормально. О, я могу доспехи жизни взять. Круто. Джинов я здесь не буду захватывать, нафиг нужно. 2000 опыта, доспех жизни против как раз некромантов хорош. Он очень, по-моему, защищает нас от магии. А тут у нас тупик. Замечательный тупичок. Хорошо, что у нас есть заклинание врата города. И на этом, пожалуй, мы заканчиваем серию. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok.